Месяц на куриной грудке и гречке, три дня на воде, утром йога, а вечером кроссфит. Каждый, кто хочет сбросить лишний вес, самостоятельно выбирает испытания для организма. Однако нужно помнить, что стройное тело – это результат неполного отказа от еды и изнуряющих тренировок, а целый комплекс, к которому нужно подходить с умом. Здесь зависит всё не только от физических нагрузок, хотя они, несомненно, являются вспомогательным, очень важным. Фактором, элементом в процессе похудения, но всё будет зависеть от состояния здоровья человека, от его привычек, особенно привычек питания, восстановления. И всё это должен вести, конечно же, специальный врач, врач-диетолог, эндокринолог. Если пять лет назад считалось, что посещение диетолога – это причуды состоятельных людей, которые могут позволить себе любые продукты, то сегодня помощь специалиста является одним из главных факторов, влияющих на объёмы ваших бёдер и ягодиц. Скажи, что я толстый. Повернись. Повернись, у вас стрёмно, да? У тебя просто кость широкая стала. Без правильного подхода к еде и контролю специалиста сложно расстаться с избыточным весом, а добиться рельефа без физических нагрузок практически невозможно. В этом случае даже велосипед вам в помощь. Врачи рекомендуют, конечно же, физические нагрузки как один из вспомогательных факторов похудения. Спокойная езда на велосипеде в умеренном количестве времени, с умеренной интенсивностью, конечно же, очень полезна. Наше тело теряет вес из-за дефицита калорий. То есть мы должны расходовать больше энергии, чем получать с пищей. В увеличении количества расходуемых калорий нас никто не ограничивает. Кто-то нам на помощь и может прийти велосипед. В отличие от многих других активностей, двухколесный транспорт практически не имеет противопоказаний.